Диссидент Да, а вот Другой, более глубинный такой момент Это те люди, у которых Обнаружили ВИЧ-инфекцию Они начинают И себя, и других убеждать Что никакого СПИДа нет И Это защитная реакция Мы с ней сталкиваемся У них один из тезисов, что Не зарегистрировано ни одной смерти От собственного иммунодефицита То есть от СПИДа, условно говоря, не умер Ни один человек пока Ну, как вот Ну, тут можно спорить, от чего умирают вообще люди От недостатка кислорода В любом случае Ну, ведь все случаи, когда, условно говоря, там Ну, Фредди Меркурий, там, это умер от СПИДа Человек умирает от какой-то инфекции, с которой не справился иммунитет Это же все понятно, да То есть иммунитет нарушен, и любой возбудитель Который не поражает нормального человека Он, естественно, и вызывает его смерть Поэтому это вполне логично Другое дело, что Там есть много разновидностей этих диссидентов Одни считают, что СПИД есть Но его вызывают какие-то другие факторы внешней среды Не вирус Не вирус Третьи считают, что Да, и вирус СПИДа есть А некоторые считают его вообще нет Но этот вирус совершенно безобидный Он никакого отношения к СПИДу не имеет Ну, там много разновидностей Да, но потому что существует, насколько я понимаю, практика общая Медицинская, что если выделяется вирус, то потом он подсаживается По какому-то пациенту И если вот заражается от этого вируса То считается, что... Ну, конечно, это возникло вот как раз еще в 80-е годы Потому что вирус обнаруживают, а СПИДом человек не болен Так Но прошло 30 лет И за эти 30 лет пронаблюдали всех людей, у кого этот вирус обнаруживается И вот оказалось, что в течение 10 лет У тех, у кого вирус обнаруживается СПИД развивается у 50% Через 20 лет у 95% А у 5% действительно СПИД не развивается и через 20 лет Ну, их там называют лонг-прогрессоры, долго прогрессирующие И всячески изучают, что же, какая причина в том, что вот именно у этой группы не развился СПИД Ну, и таких довольно трудно и найти людей, потому что они так как бы теряются Когда-то им поставили ВИЧ-инфекцию Вот мы, например, одной пациентке поставили диагноз еще в 88-м году А потом она вдруг появилась к нам через 25 лет И тут мы поняли, что она нон-прогрессор Что у нее за это время так СПИД и не развился Мы уж думали, что, наверное, где-нибудь умерла Она, кстати, не из России была Откуда? С Украины Ну, сейчас вот пытаемся ее привлечь к научным исследованиям, чтобы найти все-таки А что вы ищете? Вы ищете какой-то... Скорее всего, да, это генетический набор, да? Мы находим все-таки генетические факторы, которые приводят к тому, что человек заражается, но не развивается у него СПИД Точнее, иммунодефицит все-таки у нее появляется, но потом... То есть это исключительно гены? Это никак не может быть связано с образом жизни, с питанием, с какими-то привычками? Вот пытаемся, но пока не нашли такой явной закономерности Вот кое-какие гены выявили устойчивость к ВИЧ, а вот бытовых... Факторов нет, да? Общебытовые, конечно, если совсем плохо питается, то, конечно, быстрее СПИД развивается Не политкорректно, но без злого умысла Иронично, но без сарказма Пристрастно, но по-честному Правда 24 и Евгений Додолев С понедельника по четверг в 19.30 На телеканале Москва 24 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова